Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим о здравоохранении республики и о здоровье населения. Сегодня гости нашей студии главный травматолог-ортобед Минздравсоцразвития Чувашской Республики Алексей Карпухин и главный врач Центра ортопедии, травматологии и эндопротезирования Николая Николаева. Уважаемые эксперты, в Чувашской Республике построили самый первый, мне кажется, в Российской Федерации, такой суперсовременный, супероснащенный, с привлечением очень высококвалифицированных врачей, Центр. Чем это было обусловлено? В 2006 году, когда провозгласили национальный проект здоровья, было понятно, что объем высокотехнологической операции, в том числе по нашей специальности, он очень минимален. И если посмотреть на статистику тех лет, то эндопротезированием в Российской Федерации занимались единичные клиники, и мы, наверное, только закрывали порядка 10% от необходимых объемов, которые должны выполняться ежегодно в стране. Представляете, только на уровне Российской Федерации даже менее 10% выполнялось эндопротезирование крупных суставов. И, конечно же, такая ситуация не могла быть, скажем так, нормальной, поэтому было принято решение о строительстве в регионах, именно в регионах, для того, чтобы увеличить доступность этой помощи, вот таких вот, я бы сказал, реперных направлений, да, это нейрохирургия, травматология, ортопедия и кардиохирургия. И вот эта программа была запущена в 2006 году, и в 2009 году мы впервые открылись. Современные технологии, мне кажется, значительно повысили качество жизни людей. Можно ли говорить о том, что вот в сфере травматологии, ортопедии, там, эндопротезирования совершилась какая-то революция? Ну, я считаю, что, конечно, да. Во-первых, все меняется в этой жизни, и меняются наши пациенты, становятся более молодыми, они чаще подвергаются воздействию травм, и, соответственно, более ведут интенсивный образ жизни, больше претензий к спорту. Но это тоже сопровождается развитием травматических повреждений, и организм реагирует на них уже развитием патологий, заболеваний, органов и суставов, опорно-двигательного аппарата. Мы стали лучше диагностировать, у нас появилось больше современных методов исследования, томографы, компьютерный магнитно-разносный томограф. Более точная диагностика приводит к лучшей статистике. Мы лучше знаем заболеваемость. Выявляемость как бы повысила? Да, выявляемость стала лучше. Вот телезрители, радиослушатели, они ведь могут подумать, что у нас выросло, ну, с одной стороны, оно и правда, наверное, количество, да? С числа болезни возросло. Но с другой стороны, именно приход технологий позволил найти, да? Если мы не обследуемся, не занимаемся диагностикой, то мы не знаем, чем мы болеем. И раньше эти заболевания могли быть отнесены к патологии позвоночника, то есть как бы в ту степь. Но сейчас более точная диагностика, да, позволяет установить заболеваемость сустава, что это раннее, на первой, второй стадии. Тогда, когда еще могут не звучать грозные симптомы заболеваемости. И это позволяет нам рано прибегать к методам лечения. Но это и хорошо для пациента, он не станет хроником, да? Конечно. И это хорошо для экономики здравоохранения? Более того, вот когда мы строили центр, мы параллельно внедрили такую программу. То есть на уровне первичного звена началось целенаправленное выявление пациентов, страдающих с заболеваниями суставов. В результате статистика у нас в регионе, в Чувашской республике, стало превышение 2 раза, чем, допустим, наши соседи. В Пензенской области, в Марийской республике. Но это же не говорит, что у нас... Чуваши сильнее болеют, да? Да, наше население больше подвержено артрозам. Просто выявляемость стала совершенно другой, и, соответственно, эти люди попали в регистр, а через какое-то время получили соответствующее лечение. А вообще, если говорить вот о заболеваниях вашего профиля, здесь какая? Какую картину мы можем нарисовать? Лидирует патология крупных суставов, это артроза. То есть в это заболевание, в эту нозологию входят многие причинные, следственные комплексы, которые приводят к поражению суставов. Это может быть и системное воспаление, как, например, ремотоидный артрит, другие коллагенозы. Это может быть последствия травмы, которые получает пациент в раннем возрасте или там партивная травма. После этого в суставов приходит негодность. Я говорю вот так, чтобы пациенты могли понимать. Или первичное заболевание сустава, допустим, некроз головки, бедренные кости, который тоже приводит к анонализации и последующей необходимости замене сустава. Но это, опять же, это расплата за новую цивилизацию, за новые формы жизни, за новые формы питания, да? Ну, в какой-то степени, наверное, да, потому что излишний повышенный вес в настоящее время играет существенную роль в формировании ранних артрозов. Мы даже видим у себя по статистике, если раньше где-то порядка 55-60% наших пациентов – это были люди старше трудоспособного возраста, да? То есть вроде бы уже по жизни, по старости заработали чего-то, да? Теперь эта статистика сдвигается в сторону молодого поколения, к сожалению. И нередки случаи, когда к нам приходят с поражением сустава третьей-четвёртой степени в возрасте 40-45 лет, что, в принципе, раньше было достаточно, так сказать, редко. Что? Это вот неправильное питание, сахарный диабет, да? И это всё это такое глобальное поражение системы? Совершенно верно, да. Неправильный образ жизни. Во-первых, это злоупотребление какими-либо вредными факторами. Это алкоголь, различные химические препараты, да, что, в принципе, имеет быть место в нашей цивилизации. Если человек, допустим, не упал, не сломал ногу, это не факт, что он не станет пациентом у травматолога. Конечно, конечно. Правильно ведь хочу обратить внимание на… Далее, это всё-таки малоподвижный образ жизни, который ведёт к излишнему весу, и в том числе к остеопорозу в более ранние сроки. То есть если в нормальном организме вымывание кальция из костей начинается где-то у женщин после 55 лет, у мужчин после 65, то из-за малоподвижного образа жизни эти процессы начинаются гораздо раньше, и в результате остеопороз приходит гораздо раньше. Нет соответствующего кровообращения, и, соответственно, вот это то же самое, как, например, кожа страдает, да, от того, что мы не двигаемся, потому что там замедлено кровоснабжение. И точно так же кость ведь она тоже кровоснабжается. Есть и хорошо кровоснабжаемые участки кости, а есть не очень хорошие. И мы встречаем, например, так называемый патологический перелом позвоночника. Что такое? Это когда на фоне полного мнимого благополучия больные приходят к нам с болями в позвоночнике, а мы выявляем, что тело позвонка сломано из-за остеопороза. Вот это причина. Я хотел бы сказать, как раз, очень важный момент, что все-таки суставы – это органы опорно-двигательной системы. Для скелета нужно движение. Это полноценный объем двигательной активности, который также измеряется в энергетических затратах. А вот если говорить о заболеваниях, все-таки мы что можем сказать? Заболевание с костно-мышечной системой традиционно растет у детей школьного возраста. И это как бы понятно, да, потому что начинаются статические нагрузки в школах, тут же начинается искривление оси позвоночника. Сначала это нарушение осанки, потом это сколиоз, может быть, там, легкой степени и так далее. Поэтому у детей старшей возрастной группы, 10-11 класс, заболеваемость опорно-мышечной системы на 15-20%, как правило, выше, чем у детей младших возрастных групп. Дальше заболеваемость артрозами, значит, она может расти именно в пожилом возрасте, когда начинаются процессы, связанные с изменением гормонального фона, и когда начинаются процессы, связанные с уменьшением двигательной активности. А вот тогда, если говорить о факторах риска, то они какие? Есть первичные артрозы, есть вторичные артрозы, вот как мы уже об этом говорили, да. Значит, причиной вторичных артрозов – это могут быть всевозможные системные заболевания, вот, это могут быть последствия травм, а есть первичные артрозы, да, там, где всё-таки это заболевание связано с нарушением дисплазии, то есть это врождённое состояние, это так называемый некроз каких-то частей, как правило, больших трубчатых костей, это может быть некроз головки, там, плечевой кости, бедренной кости и так далее. Вся заболеваемость опорно-двигательного аппарата, она может делиться на ряд патологий очень крупных. Допустим, это артрозы, группа заболеваний крупных и мелких суставов разного происхождения, первичное, когда просто дефект, сбой, который может быть врождённого происхождения. Второй большой раздел патологии опорно-двигательного аппарата – это костная онкология, так называемая, доброкачественная и злокачественная, поражение скелета именно опухолевым процессом. Тоже встречается, но не так часто, как артрозы. Артрозом болеет каждый третий пациент с патологией опорно-двигательного аппарата. Онкологии только каждый шестой, каждый седьмой пациент, примерно 15%. Последствия травм – это очень большой класс целый, потому что травма получается и суставов, и травма костей, это переломы в разном возрасте, разного происхождения, травматические переломы, патологические переломы из-за остопороза, мы об этом уже говорили. Такие пациенты, если перелом неправильно сросшийся, или он не срастается годами, такие тоже состояния бывают, тоже попадают в разряд патологии породвигательного аппарата и нуждаются в лечении, зачастую оперативного лечения, операции соединения костей, костной пластики, иногда протезирования. Но каждый третий – это очень серьезно, каждый третий – телезрители, радиослушатели. Как тогда устроена служба травматолога ортопедическая? Куда пациенты у нас, каким образом маршрутизируются? Принципиально разделяется весь вид помощи пациентам породвигательного аппарата на две категории. Пациенты с плановой помощью или ортопедической патологией, грубо говоря, заболевания породвигательного аппарата, и пациенты, нуждающиеся в экстренной помощи, то есть пациенты травмированные, как правило, или у которых возникает неотложное состояние, неотложное заболевание породвигательного аппарата. Воспалительные, артриты, тендевогениты, бурситы, острые состояния, они тоже случаются у нас в ортопедии. Если говорить об ортопедии, то львиный удел в основном пациентам помощь оказывается на базе Федерального центра травматологии ортопедии, потому что здесь больные аккумулируются, это лучшая выявляемость, лучшая диагностика и, соответственно, определение показаний к оперативному лечению или назначение консервативной терапии. То есть медикаментозная терапия поддерживается. То есть вы там не только оперируете, вы и профилактируете? Да, мы профилактируем, мы занимаемся ранней диагностикой, выявляемостью, мы отслеживаем результаты после травм, потому что пациент получил перелом, ему оказана помощь. Вот по разряду второго травматология провели оперативное лечение перелома, и дальше идет период сращения, который тоже требует контроля врача, диагностики, этапного лечения. Иногда, если что-то идет неправильно, сбой в организме, перелом не срастается, происходит перелом фиксатора, то мы уже определяем показания к вторичной операции повторной по восстановлению. Или если эта зона напрямую участвует в поражении сустава, то надо это показания для замещения сустава. Но я вообще правильно понимаю, что первично он все-таки идет в свою поликлинику, к своему участковому терапевту, да? Или к хирургу, потому что травматологов как таковых у нас в республике, по-моему, очень-очень мало единицы. Для начала надо поставить правильный диагноз. Вот есть какие-то симптомы. У пациента болит колено. Там заболела у меня нога, или колено, да? Куда он пришел? Он пришел к хирургу. Хирург осмотрел, да, он видит, что нет острого заболевания, то есть нет гемортроза, больной не упал. Значит, какая-то другая проблема выясняет. Катался на лыжах, подскользнулся, упал там, да? Есть определенные показания консультации травматолога с определенными исследованиями. Дальше по месту жительства сразу он перенаправляется к нам, потому что все прекрасно понимают, что мы оказываем эту помощь, больной к нам приходит, мы его осматриваем, подтверждаем тот или иной диагноз и ставим в очередь на оперативное лечение. Вот таким образом осуществляется плановая ортопедия на территории нашей республики. Позвольте, я дополню тогда, какие же травматологические или ортопедические аспекты при остеопорозе присутствуют. Потому что остеопороз – это междисциплинарная проблема. Вот мы говорили, терапевт, второй специалист, который принимает часть в диагностике и лечении, назначение правильной схемы, лечебное питание, терапия, остеопороз – это эндокринолог. Очень важен гинеколог участие, потому что это львиная доля женщины, именно эндокринный баланс женских гормонов. Очень важна эта роль. Но если остеопороз тяжелый, и пациент на этом фоне совершает падение, то у него риск перелома. Он называется уже патологический перелом, потому что происходит при небольшой травме. То есть низкоэнергетический перелом, мы выделяем их в эту группу. И зачастую именно с перелома при остеопорозе выявляется сам остеопороз. Очень часто тяжелый остеопороз, прогностически неблагоприятный, именно начинается с перелома патологического. И пациентам, когда объясняют в школе остеопорозы, которую одна школа проводится у нас, в центре, на базе центра, объясняют именно важность, какой перелом может относиться к прогностическим для остеопороза. Переломы шейки, бедренной кости, перелом плеча, перелом луча в типичном месте, перелом позвоночника – это все переломы маркерные, то есть значимые для остеопороза. А вот развитие цивилизации, опять же, да, и хоть мы жалуемся на свою жизнь, но все-таки автомобилей в нашей жизни очень много появилось. Мне кажется, все-таки это такой достаточно серьезной государственной программой, которая была внедрена в здравоохранение. Это трассовая медицина, вот популярна для наших телезрителей, радиослушателей. Расскажите об этом. Говоря о трассовом медицине, она относится к разделу экстренной, неотложной помощи. И в структуре травматологической помощи Республики Чувашия она организована следующим образом. Выделены специальные центры, которые обладают оборудованием, самой лучшей диагностической базой, имеют кадровый потенциал и оборудованы операционные, оборудованные отделения, где можно наиболее качественно, полноценно просить диагностику и лечение, в том числе оперативные, при переломах, которые получают пострадавшие от ДТП. Так вот, по уровню, по приближенности к трассе, по покрытию трассовых километров, что очень важно, федеральных трасс, там, где расследовательство этих травм дорожных происходит, именно выделяют центры, которые обладают большими возможностями, большими ресурсами. Это травмы центра первого уровня. К ним относена у нас Республиканская клиническая больница. В ней она, во-первых, является многопрофильной, то есть там есть специалисты смежные, которые могут потребоваться при оказании помощи в диагностике и лечении. Допустим, не только важно лечение перелома, пострадавшего при ДТП, важно диагностировать у него черепно-мозговую травму или повреждение позвоночника спинного мозга. У него могут быть повреждения. В грудной клетке нужен потребоваться тракальный хирург. Если это будет патология брюшной полости, то тоже часто сочетанное повреждение. В этом случае необходим, конечно, абдеминальный хирург. А самое важное, что должна работать команда, госпитальная команда. Если у нее есть понимание целей, задач, и она слаженно работает, то в этом случае оказание помощи на самом лучшем варианте. Вот такой травмоцентр первого уровня, это Республиканская клиническая больница, это больница скорой медицинской помощи в Чебоксарах. Как раз они располагают всем спектром и диагностического оборудования, и всеми оперативными пособиями для оказания помощи пострадавшим в самом тяжелом уровне. Следующий уровень, там, где наиболее приближен к трассовым участкам, это травмоцентр второго уровня. Это, например, Канарский межрайонный территориальный центр. Хорошее отделение, ничем не хуже оборудованы компьютерные томографы, врачебные бригады, которые также оснащены и ренематологом, и нейрохирургом. Если есть необходимость уже в более квалифицированной помощи, осуществляется консультация специалиста по сан-авиации, эта служба тоже работает, она организована. Задача этого уровня, этого звена в том, чтобы диагностировать наиболее критичное состояние, купировать непосредственно угрозу жизни на этом этапе. Если необходимо, то есть это производится остановка кровотечения, производится мобилизация, в том числе оперативная перелома. И пациент подготавливается в основном для эвакуации на более высокий уровень, на травмоцентр первого уровня. Я правильно понимаю, что благодаря этой программе у нас и подготовка специалистов произошла, и у нас оборудование мы получили, все необходимое для этих целей? Совершенно верно. Это федеральная программа трассовой медицины. В свое время, когда мы ее внедряли, в 2008 году были определены лечебные учреждения, это Маргаужская центральная больница, Кургейская центральная районная больница, Ядринская и так далее. И там же была поставка специализированного оборудования, было обучение специалистов, туда были привлечены кадры специальные. Проблема трассовой медицины, проблема оказания помощи пострадавшим при дороже транспортном происшествии, это очень важная задача. Почему? Потому что в основном погибает и травмируется наиболее активный молодой контингент. Да, старички по печкам сидят. Совершенно правильно. И это люди молодые, трудоспособного возраста, репродуктивного возраста, которые способны еще произвести на свет новых членов общества. И валовый продукт, в том числе и страны. Конечно, да. Эта проблема нарастает, как снежный ком. Известны цифры статистические, когда по рекомендациям Всемирного государства здравоохранения смерть 20-летней женщины при ДТП в условиях современного уровня репродукции приравнивается к смертям 53-х человек. Это не все те люди, которые... То есть потенциал, который она должна бы отдать ему общественно. То есть эта проблема очень важна в социальном плане. И реализация программы оказания помощи при ДТП, начиная с 2010 года, при примерно одинаковой статистике, но с небольшим разбросом по годам по числу самих травм, она все-таки привела к тому, что на 17% пострадавших мы меньше потеряли при ДТП. Это очень важно. Это жизнь каждого человека оценивается, вот мы говорим сейчас уже, с таким вот потенциалом динамики. Каждое травматологическое отделение у Чуваши, то есть, чтобы для телезрителей я объяснил, что примерно отделение бывает двух типов, среднее и стандартное отделение, 40-45 коек и полноценное отделение на 60 коек развернутых. Так вот, при ежедневной хирургической работе отделения в год может выполняться экстренной помощи оперативной, примерно 600-800 операций. Это обычная стандартная работа хирургическая, которая производится в отделении. Это не вся помощь пациентам при ДТП. Это чаще, к счастью, пациенты получают изолированные повреждения, переломы, системы падения, бытовая травма очень часто на первом месте. ДТП занимает небольшой отдельный вес. Они просто тяжелы и страдают ряд органов систем, не только порнодвигательный аппарат. Смертность при них высокая. Но чаще именно оказывается помощь при изолированных переломах. И вот такой раздел – это довольно много неотложной ежедневной помощи оперативной. Соединение костей, помощь при травме суставов. Федеральный центр оказывает помощь плановую, ортопедическую. Этим мы занимаемся каждый день с большими объемами. Я недавно где-то прочитала, что Путин сказал, что когда он принимал решение как президент страны о том, чтобы строить такие центры, ему специалисты говорили, зачем их строить. Сегодня, по прошествии шести лет, существование вашего центра. Чем мы можем подтвердить, что Путин был все-таки прав? И в том числе и в Чувашии. Нам повезло. Да, да, да. Абсолютно верно. Вот Владимир Владимирович как-то сказал, что его уговаривали строить эти центры в крупных городах. Но не надо забывать, что традиционно еще в советское время у нас в крупных городах достаточно много всевозможных научно-исследовательских институтов. Но при этом доступность в регионах была минимальной. Вот я работал еще в Минздраве в 2005 году. Мы в год могли направить не более 100 пациентов со всей нашей республики на эндопротезирование крупных суставов. Вот по этой профилю, да? Да. А на сегодняшний день мы пролечили более 7 тысяч пациентов в Чувашской ряде. О, 7 тысяч жителей Чувашии? Да, конечно. И у нас на сегодняшний день потребность в эндопротезировании европейская. То есть если в целом по стране приблизительно 27-28 пациентов на 1 тысячу человек, то у нас 7-8. То есть мы всю очередь, по большому счету, закрыли за вот эти 5-6 лет. Ну и вот если раньше у нас было мало иногородних, да, то сегодня квадсирование в основном распространяется на них? Да, в основном теперь мы занимаемся пациентами, которые приезжают из соседних регионов. 80% больных – это жители со всей нашей большой страны. 30 с половиной тысяч операций совершил ваш центр, да? Из них приезжих? Где-то порядка 25 с половиной тысяч пациентов – это иногородние. Ну и какие операции всё-таки вот вы делаете, давайте расскажем. Конечно, в основном это эндопротезирование крупных суставов. Причём даже сейчас в настоящее время не то, что крупных, это и средних, и мелких. По сути дела мы меняем абсолютно все суставы, которые только существуют в организме. Ну вот так вот уже шагнула вперёд наука и мастерство наших хирургов, да. Далее – это сложные операции на позвоночнике, это последствия травм, те же самые дорожно-транспортные происшествия, это последствия всевозможных заболеваний, там, грыжи, смещения тел позвонков и так далее. Это большой пласт оперативных, сложных вмешательств. Мы занимаемся, значит, и детьми, то есть маленькими пациентами. Где-то 70% наших больных – это дети с детским церебральным параличом. И здесь вот мы работаем в такой втесной команде с нашими педиатрами на базе детско-республиканской больницы с неврологами. Вот такой мини-кластер у нас создан. Вот. И это спортивная травма приблизительно. 10% ортроскопические малоинвазивные операции как раз у молодых людей, которые ведут активный образ жизни. Вот этот спектр тех оперативных вмешательств, которые ежегодно проводятся в центре. На сегодняшний день просто мастерство наших хирургов, оно находится, я считаю, на самой высшей такой, можно даже говорить, мировой планке. Потому что к нам же приезжают специалисты не только там с России, но и с рубежа. Вот именно мастер-классов у вас очень много, я считаю. Да, и когда они видят, как работают наши хирурги в операционной, они говорят, а мы, в принципе-то, зачем сюда приехали? Мы тут что делаем-то? Они узнали, что в России это тоже делает хорошо, да? То, что делают хорошо. Более того, мы раскрываем некоторые свои секреты. Они отсюда тоже уезжают обогащенными, но это вполне нормально. Это, по-моему, у вас уже есть какие-то запатентованные вообще. Конечно, у нас есть уже собственные патенты. Это нормальная практика. Вот такой обмен между хирургами, он всегда происходит. Это всю жизнь было, на всех уровнях. Только взаимно обогащаясь, можно двигаться вперед. И вот с 10 операций в самом начале, да? В день вы шагнули? Большинство операционных у нас не менялось с 2009 года. Если в среднем в день мы тогда делали 10 операций, то на сегодняшний день порядка 35-38. То есть, по сути дела, нет никакого перерыва. Через каждые 45-50 минут поступает новый пациент. И вот этот, извините меня за такой сленг, конверум продолжается на протяжении всего рабочего дня. Это достаточно большая колоссальная нагрузка. В целом, на одного хирурга в год приходится около 400 операций. Вы знаете, по статистике… 365 дней, да? И это вот значит, конечно… По статистике это очень-очень высокий показатель, который имеют не все даже мировые клиники. Ну, наверное, мы должны подчеркнуть, что для нашего пациента, который на диване нас смотрит или слушает, все эти операции проходятся бесплатно. Ну, абсолютно верно. Несмотря на то, что сейчас определенный объем перешел в систему обязательного медицинского страхования, но какая разница пациенту, откуда деньги идут? Пациенту, да. Да, это не его вопрос. Это вопрос организаторов здравоохранения. Для него, чтобы, главное, качественно и бесплатно получить эту помощь. Ну, то есть мы тысячу раз приобрели от того, что Путин все-таки решил построить этот центр у нас. И, насколько я знаю, что вы входите все-таки в тройку лучших центров в России сегодня. Ну, конечно, мы к этому стремимся. Все-таки качество оказания медицинской помощи стоит для нас на первом месте. Это приоритет. И в прошлом году мы участвовали в конкурсе правительства Российской Федерации. Получили диплом лауреата этой премии. Премия качества. Премьер-министр страны вручал вам эту премию, эту грамоту. Недавно, в феврале месяца текущего года. А какова профилактика в данной ситуации должна быть? Мы должны в первую очередь сказать о введении здорового образа жизни. То есть это соблюдение режима питания, соблюдение режима двигательной активности. Это профилактика травм, падений. То есть если у пациента высокие риски, связанные с, допустим, плохим зрением, нарушением равновесия, баланса туловища, то в этом случае факторы, которые способствуют только падению, допустим, плохо освещенное помещение, сгроможденное помещение, которое мешает свободному проходу, ставит ему дополнительные трудности при перемещении. То есть он должен обустраивать свою среду так, чтобы это было не травмоопасно? Чтобы она была безопасной. Среда должна быть безопасной. Не приводить к лишним травмам, которые у него есть риски получения перелома, выше, чем статистически здорового человека, более молодого, более крепкого. Потом факторы, допустим, наличие ковров на полу, фиксации их, правильной домашней обуви, использование средств дыхательного опора. Вроде бы такая немудрящая вещь. А какие опасные последствия могут быть? Это снижает, минимизирует риск получения падения и следствие с ним перелома у пациента с стеопорозом. Потом правильное информирование у пациента. Пациент должен быть информирован, какие риски у него есть и как их избежать. Очень важно следить за своим массой тела. Индекс массы тела свыше 30 – это уже достаточно такой сигнал. 35 – это на самом деле ожирение. Мы не оперируем пациентом. Это значит, наши уважаемые телезрители и радиослушатели должны озаботиться, что такое индекс массы тела, и у себя его посчитать. И считать хотя бы раз в квартал, да? Конечно. Мы даже не берёмся за оперативное лечение, когда индекс массы тела свыше 40. Мы отказываемся… Бессмысленно менять суставы, если тело… Конечно, конечно. Огромное. И для наших уважаемых женщин, для тех, кому свыше 50 лет, хотя бы один раз в год надо иметь возможность провериться на предмет у стеопороза. Ну, аппаратура, мы уже сказали, есть в республике. Для семей с молодыми детьми очень важно, обязательно в порядке пройти обследование на предмет наличия врождённой патологии суставов. Почему? Потому что вот сразу первые дни после рождения выявляются абсолютные признаки, абсолютные симптомы этой патологии. Ну, это же разве не делается педиатром автоматически? Нет. Уже по современным существующим правилам это делается осмотр ортопеда. И он должен быть произведён первую неделю буквально. Ещё в роддоме диагностика 100%. Для молодых родителей обязательно соблюдать так называемые декретирные сроки. То есть это тот возраст, когда ребёнок должен быть осмотрен тем или иным специалистом. Для нас, для ортопедов, очень важно, чтобы ребёнок пришёл именно в месяц, в месяц своей жизни. Не позже, не раньше, потому что в это время делаются УЗИ дозабедренных суставов. Развитие? Конечно. Если мы видим какую-то патологию, то мы их просим прийти через 2 месяца. Именно в 3 месяца. Потому что если развитие суставов будет отставать, то начиная с 3 месяцев начнётся определённое консервативное лечение. Вот это надо обязательно помнить с молодым родителям. Мы можем спасти заранее ребёнка своего, да? Конечно. И ребёнок будет... Он избежит оперативного лечения в последующем. Вот. В месяц и в 3 месяца. Это очень важно. Но в месяц должны подойти обязательно все. Современная любовь к интернету, вседозволенность информационных ресурсов приводит к тому, что пациенты обращаются, общаются в социальных сетях и получают информацию друг от друга. Так вот, хотелось бы предупредить, что информация должна быть всё-таки дозированной, правильной, ограниченной и профилактировать обращение к неспециалистам. Потому что часто после таких общений пациент ищет бабушку, костоправа, который поможет вправить, как правило, это вывих. Вся патология сводится к одному заболеванию, вывихе. Производятся какие-то манипуляции, за которыми пациент стоит в очереди. И после этого непрогнозируемый результат иногда, да, помогло. Ну, как бы не серьёзная патология, ради бога. Иногда это симптом грозного заболевания. Лучше обратиться к специалистам. Избежать не только самолечения, самопомощи. И помощи неквалифицированного. Ни специалистов в нашей патологии. Ну, завершая нашу программу, я надеюсь, что наши телезрители, радиослушатели уже убедились, что действительно к бабушкам и дедушкам можно не ходить, потому что такой колоссальный вот рвок. Мы совершили настоящую революцию в Чувашской республике, да. Поэтому грех уже просто не обращаться в рамках сохранения своего здоровья к тем специалистам, которые у нас работают. Слава нашим докторам, ну и доброго здоровья. Следите за своим здоровьем сами. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова